Теперь в Владивосток. Современный стеклопластик, плавность хода, а также мягкие диваны, климат-контроль, очистители воздуха и специальные места для перевозки багажа и велосипедов. Сегодня в Владивостоке вышла на маршрут первая суперэлектричка. Таких в России еще не производили. За торжественным отправлением новейшего электропоезда с перона железнодорожного вокзала Приморского из столицы наблюдал наш корреспондент Андрей Колесников. Он же оказался в числе первых пассажиров. Андрей, здравствуйте. Много ли пассажиров отправилось сегодня в путь и какое расписание движения на последующие дни? Андрей, здравствуйте. На самом деле такие электрички уже ходят по России. Другое дело, что на Дальнем Востоке таких еще не было. Электричка действительно абсолютно новейшая. Я бы даже сказал, она обладает неким футуристическим дизайном. И поначалу даже не верила, что такая новая электричка сегодня повезет первых пассажиров по традиционным дачным пригородам Владивостока. Ну, что про нее можно сказать? Собрано в Подмосковье совершенно российское производство. Напичкано буквально оборудованием, которое отвечает за безопасность. Всевозможные системы навигации, слежения, контроля. И даже электронная система экстренного торможения. В электричке 586 посадочных мест. Все они мягкие, удобные. В тамбурах даже есть крепления для велосипедов. Все вагоны оборудованы системой по подъему маломобильных пассажиров. Мы сегодня наблюдали, как прошла торжественная церемония запуска этой электрички. И вот она сейчас едет. В данный момент, в эти минуты, давайте послушаем, что нам сказали первые пассажиры. Дизайн, во-первых, хороший, комфорт по сравнению со старыми электричками. Ну, посмотрим, как будет себя вести в пути. Ну, у меня есть с чем сравнивать. Я бывал в Сочи, знаю, какие там ходят электропоезда. Вот что-то подобное. Ну, все очень хорошо, светло, чисто. Дальше мы прошли вагон. Очень мягкие, удобные сидения. Ну, хочу сказать, что вопрос о таком мощном обновлении подвижного состава электропоездов в Приморье поднял еще месяц назад на встрече с президентом Владимиром Путиным в Рио главы региона. Давайте теперь послушаем, что нам рассказал Андрей Тарасенко. Вот мы видим, что очередная станция, и заходят новые пассажиры. Это электричка, которая сегодня дает нам комфорт обслуживания наших граждан. Это очень важно, потому что сегодня человек должен себя чувствовать. Ну, все условия комфортности должно быть. Что ты живешь в Владивостоке, или ты живешь в Дани Реченске, или в Дани Горске. Везде у него сегодня должна быть комфортная среда обитания. Уважаемые пассажиры, двери нашего электропоезда работают автоматически. В избежание несчастных случаев не прислоняйтесь к дверям, не препятствуйте их нормальной работе. Не пытайтесь зайти в вагон или выйти из него в момент закрытия автодверей. Не задерживайтесь при посадке и высадке. Будьте внимательны и осторожны. После высадки из вагона электропоезда не стойте у края платформы. Не мешайте машинисту контролировать закрытие автоматических дверей. Ну, поддерживаю главу региона. Действительно, электричка максимально комфортная. И, конечно же, ну, более того, я хочу еще раз напомнить, что это не первая, но не последняя такая комфортная электричка. Новая электричка. В течение ближайшего года в край поступит еще минимум 4 таких электропоезда. Ну, а мы продолжаем двигаться на этом поезде. Мы смотрим, как он идет, как он работает, как работает персонал. И в ближайшее время будем знакомить вас с работой новой электрички в Приморье. Андрей. Андрей, спасибо. Ну, как сказал диктор в поезде, все равно главное быть осторожным. Комфорт вагонов нового электропоезда, который с сегодняшнего дня будет курсировать в Приморье, оценил наш корреспондент Андрей Колесников. Комфорт вагонов нового электричка.